Hello! Всем привет! Welcome to my project's Nature is Nortis. How is the Mila? My dear friends? Hola! Ciao, ciao, ciao! Сегодня я уже буду говорить об отдыхе 2024. И почему? Потому что вы много задаете мне по этому поводу вопросов. Вы задаете много вопросов по поводу Черногории. И вы задаете вопросы, почему я вам не показываю курорт Адебаяна, нудейский курорт Черногории. Объясняю просто. Во-первых, в сезон нету доехать 6 часов по пробкам. Не очень, да? То есть, пока я туда доеду, мне уже пляж будет не нужен. Первое, да, первое. Второе. Если я туда приеду, то я буду снимать только себя. И пытаться снять так, чтобы в море я не зацепила никакого человека. Ну, во-первых, первое. По правилам этики нудизма, естественно, мы делаем так, чтобы не показывать других людей без их согласия. Не всем это нужно, не всем это нравится. Ну и второе. По законам Черногории мы не имеем права снимать человека так же без его согласия. То есть, там даже штрафы, санкции за это. По этой причине, ну, сами понимаете, то есть приезжать туда и делать как-то ролик, снимать только море и меня, но и море и меня я могу снять где угодно. Потом. В Черногории много нудистских пляжей. У меня есть видео, я показывала пляж в Будве, мне очень нравится. Еще много, много пляжей есть, где вы можете отдохнуть. А если вы планируете ехать на машине, там, через Грецию, Албанию, там, Черногорию и Хорватию, то вот имейте в виду, что либо Адебаяна, либо Будва. Вот в районе Котра там тоже есть нудистский пляж. Ну, советую, конечно, Будвовский пляж большой. Ну, и, например, дальше вы идете на Хорватию. Ну, если вы просто едете по побережью. Если вы специально приехали в Черногорию отдыхать, учтите, что в Бока-Коттерской бутве, в бухте, бухте, простите, там, где город Герцог Новик, где Ти, где Котор, где Перст, да, там так таковых нудистских пляжей специализированных нет. И если вы планируете отдыхать в этих городах, то вы будете либо ездить в сторону Будвы, там, не доезжая Будвы пляж, самой за Будвы пляж и так далее, у Тива-то есть, либо вы будете отдыхать так, как делаем мы, то есть выбирать место, где, ну, нет людей, и где можно свободно поплавать. Такие места здесь и есть, и найти их можно без проблем. Но есть свои нюансы. Черногория, Балканы, дно образовано вулканическими извержениями. С одной стороны плюс, оно прозрачное. Приходите, кто не видел, приглашаю ко мне на Патреон, и вы посмотрите подводную съёмку. То есть мы снимали летом подводную съёмку, там рыб, этих вот камней подводные, дно черного. Кому интересно, пожалуйста, приходите, там очень много всего. И поэтому вы можете зайти в воду, и там будет мелко, а можете зайти где-нибудь в воду, и там будет сразу очень глубоко. Поэтому для тех, кто плохо плавает, а может быть вообще не плавает, а может и не любит особо купаться, любит загорать. Я бы тогда советовала, конечно, больше к Будве, там вот особенно Нудийский пляж Будве, там мелко. То есть там заходишь, там воды по колено, там далеко идти, и это можно окунуться, и вполне пляж хороший загорать. То есть вот эти нюансы тоже имейте в виду. Повторяюсь, прошу, предупреждаю, тапочки. Адриатика. Тут очень много ёжиков. Мы видим в сезон, как многие, конечно, не одевают и вкупаются так. Но мы также в социальных сетях видим очень много вопросов от иностранцев и на разных языках. Что делать на ступю на ежа? Это очень неприятно, и ваш отдых будет этим омрачён. Поэтому лучше всё-таки тапочки. Так как если вы приезжаете сюда первый раз, вы не знаете, да, то есть там где эти места, где их нет. И помимо ежей здесь есть ещё одни приятные вещи. Тут есть рыбы и дракончики. И поймите, что если вы на ежа наступите, это ещё ничего, а вот если вы наступите на дракончика, ситуация может быть намного серьёзнее, чем просто иголка, которую надо вытащить. Поэтому лучше всё-таки тапочки. Имейте это в виду. А так море чистейшее. Благодаря отсутствию песка прозрачность воды очень глубоко видно и интересно. Рыбы плавают, вообще их рыбы много, она плавает к тебе, она тебя не боится. Кстати, плюс, когда вы плаваете в тапочках. Они яркие, они реагируют на яркие тапочки. Так что кто любит плавать в рыбе, в маске, покупайте яркие тапочки, плавайте с ними, рыбы приплывут к вам и будете плавать вместе с рыбами под водой. Вот такой нюанс. В принципе, я думаю, что я на вопрос ответила по поводу отдыха. Так что ваше решение принимайте, имейте в виду то, что я посоветовала и то, что я рассказала. Если вопросы есть, а они 100% есть, пишите в комментариях, я вам на них отвечу. Нюансы, которые тут существуют и вообще как бы особенности в Черногории отдыха, я вам могу про них рассказать. Но все-таки я здесь живу более-менее уже почти два года, и поэтому я кое-что уже знаю и могу поделиться с вами информацией. А так с вас лайк, подписка, ну и конечно, кто хочет все это посмотреть, о чем я рассказала, welcome to my Patreon. Ну или приходите на Boosty, там тоже уже многое видео, фото есть моей людьей жизни. Всем пока-пока-пока!